Здравствуйте! В эфире программа «День города» с вами Анна Герцовская. Мои коллеги-репортеры телекомпании «Город» приготовили для вас новости нашего региона. Смотрите в этом выпуске. 85% всех аварий произошли с участием пешеходов. Госавтоинспекция дала свои рекомендации этим участникам дорожного движения. Традиции и правопорядка. В Рязани открыли памятник основателю спецслужб нашей страны Феликсу Дзержинскому. Окские покорители Невы. Рязанские хоккеисты дали бой с записным фаворитом. Начиная со среды, мы должны выпустить на линию 50 дополнительных экипажей скорой помощи. Комплектовать будем за счет привлечения студентов последних курсов Медуниверситета. Об этом заявил на правительстве Николай Любимов, подведя итоги визита в Рязань министра здравоохранения России Михаила Мурашко. Подробности далее. 50 дополнительных экипажей скорой медицинской помощи до конца недели, по словам губернатора, это не какое-то сверхусилие для Минздрава. Это простое перераспределение внутренних резервов. Комплектовать новые бригады будут за счет студентов Медуниверситета по принципу два опытных, один ординатор. Недостаток лекарств в регионе – прямая вина поставщиков. В ускорении доставки Москва обещала помочь уже на этой неделе. А что до тестирования, то здесь, похоже, без разбора полетов не обойтись. А что касается ПЦР-тестирования и своевременности, доведения результатов и до поликлиник, в которых больной наблюдается, и до самих пациентов, это максимум в недельный срок я требую сделать. В понедельник все должно быть уже отлажено. Я это говорю, потому что 26 октября давал такое поручение до 1 ноября. Я понимаю, там форс-мажор определенный был связан со сбоями в этой системе по всей стране, в том числе. И у нас тоже рухнула там на два дня эта система. Так или иначе, за неделю надо сделать так, чтобы ПЦР-тесты доставлялись в нормативные сроки. Еще одно поручение от федералов – найти возможность отправить детских врачей в другие регионы для обмена опытом. Например, во Владимирскую и Тульскую области. Учиться никогда не поздно и всегда полезно в этом отношении. Выбирайте просто хороших учителей. Ну и с Минздравом держите постоянный контроль Российской Федерации, для того, чтобы мы могли пользоваться их помощью. Они нам готовы помогать во всем. Выполнение своих поручений по итогам визита Михаила Мурашко Николай Любимов ждет к следующему понедельнику. Никакие отговорки пообещал вы внимания не принимать. Максим Васильев, телекомпания «Город». В Рязани открыли памятник Феликсу Дзержинскому, основателю спецслужб нашей страны. Также появилась и музейная экспозиция, посвященная истории Рязанского уголовного розыска. Эти события приурочены к двум датам. День памяти сотрудников органов внутренних дел, погибших при выполнении служебных обязанностей. И день сотрудников ОВД Российской Федерации. Личный состав, управление уголовного розыска, по случаю открытия памятника построен, докладывал полковник Грибанов. Здравствуйте, товарищи! Здравия желаю, товарищи! В руках у начальника регионального ФСБ Сергея Ерофиева рассекреченный всего несколько дней назад документ. В нем данные о совместной операции органов внутренних дел и государственной безопасности по ликвидации банды, наводившей ужас на Рязань в далеком 45-м. Тогда от рук ее лидера погибли сотрудники госбезопасности и оперуполномоченный УГРО. В итоге преступников поймали, а банду ликвидировали. Теперь рассекреченный документ передали начальнику управления уголовного розыска ОМВД Денису Грибанову. Исторически сложилось, что наши ведомства кричок-кричок борются с преступностью на протяжении всего периода своего существования во благо личности, общества и государства. Сергей Ерофеев добавил, что памятник Дзержинскому – это и дань уважения как ветеранам, так и действующим сотрудникам. А еще степень уважения ко всем павшим товарищам. Это дань памяти всем погибшим, которые, защищая людей, пожертвовали своей жизнью. Пусть память о них будет вечной. Мы должны помнить, что лишь имея горячее сердце, холодную голову и чистые руки, мы сможем защитить наши семьи, друзей и общество от преступных досяганий. Под зал Поружейного Салюта Сергей Ерофеев и Владимир Алай снимают занавес с мемориала. Ветераны и действующие сотрудники уголовного розыска возлагают цветы и направляются к недавно созданной музейной экспозиции, посвященной истории Рязанского уголовного розыска. В роще обезвредил взрывное устройство, взрывотехники не ехали, были в Чечне, но время такое было. А у нас в громе служит его сын. Вставал отца пошел, сейчас его в фильме вот увидите у нас. Юр Зеленев, вот такой легендарный начальник розыска. Фотографии легендарных сыщиков, наградные листы и медали, а также макеты боевого оружия. Через стекло можно прочесть и надписи на памятных документах славного боевого прошлого оперативников УГРО. В день открытия памятника Железному Феликсу еще одним рассекреченным документом на экспозиции стало больше. Валерий Седов, телекомпания «Город». В Рязани за прошедшие сутки произошло семь дорожно-транспортных происшествий. Примечательно, что шесть из них случились при участии пешеходов. В результате в общей сложности пострадали восемь человек. Валерий Седов собрал всю статистику. Пешеходный переход на улице Московское шоссе. Вечером 8 ноября здесь сбили 16-летнюю девушку. Переходила дорогу она по нерегулируемому пешеходному переходу. После приезда скорой ей оказали медицинскую помощь. Теперь в ситуации разбирается госавтоинспекция. Вообще, инспекторы самым опасным сезоном для пешеходов называют именно осень. В это время года из-за утренних и вечерних сумерек дорогу, а следовательно и пешеходов, видно хуже всего. За 10 месяцев текущего года в регионе зарегистрировано 259 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в результате которых 29 человек погибло и 256 получили травмы различной степени тяжести. Каждое третье дорожно-транспортное происшествие происходит на нерегулируемых пешеходных переходах. Самая оптимальная рекомендация, которую дают сотрудники госавтоинспекции, это пользоваться световозвращающими элементами на одежде. Даже небольшой брелок позволит увидеть человека в свете фар ближнего света на расстоянии 150 метров. Носить такие вне населенных пунктов обязательно. Но и не нужно забывать об элементарных правилах дорожного движения. Госавтоинспекция напоминает, что пересекать проезжую часть необходимо в специально обозначенных местах. При этом пешеходы должны оценивать расстояние и скорость приближающегося транспортного средства и предпринять все действия, чтобы переход был безопасным. Водитель же, подъезжая к нерегулируемому пешеходному переходу, обязан снизить скорость и остановиться для того, чтобы пропустить пешеходов, пересекающих проезжую часть. Важный фактор – погода. На этой неделе синоптики обещают похолодание, а за день уже несколько раз выпадал снег. Поэтому водителям рекомендовано учитывать это и соблюдать все меры предосторожности. Иначе ДТП не избежать. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Настоящую сенсацию подарили своим болельщикам рязанские хоккеисты. В спаренных матчах с питерскими клубами «Динамо» и «Сканева» подопечные Игоря Гришина побили все прогнозы. Если «Белоголубым» в матче с нашими ребятами откровенно повезло, то армейцам, в составе которых выступают игроки «Звездной молодежки», пришлось не сладко. Подробности далее. К приезду питерского десанта «Динамо» и «Сканевы», соответственно, первого и второго места в турнирной таблице, рязанцы подходили в не самом лучшем настроении. Две победы в последних десяти матчах, двадцать пятое место в таблице и весьма туманные турнирные перспективы. Единственное, что было за хозяев – статистика личных встреч. Несмотря на полярные места в чемпионате, окские хоккеисты всегда давали бой коллективам с берегов Невы. Вот и на этот раз легкой прогулки для лидера не получилось. Проигрывая 0-2 после двух периодов, Рязань ВДВ, что называется, вернулась в игру, сравняв счет в самом начале третьей двадцати минутки. Тем обиднее была шайба в их ворота за 27 секунд до конца основного времени матча. Впрочем, времени посыпать голову пеплом у подопечных Игоря Гришина просто не оставалось. Уже через денег ждал новый вызов. Питерские армейцы, в составе которых уже немало игроков, понюхавших пороху в регулярном чемпионате КХЛ. А голгипер Ярослав Аскаров и вовсе может считаться звездой нынешней молодежки. С первых же минут игра пошла под диктовку хозяев. И вовсе не удивительно, что сначала Иван Иванов, а затем и Сергей Кузнецов оформили десантникам комфортное преимущество. Третья шайба Михаила Бицадзе и вовсе игру успокоила. Все, что смогли сделать армейцы – отыграть одну шайбу. Победа над армейцами 3-1 удивительна еще и тем, что это была всего лишь третья Виктория Рязанцев в основное время в нынешнем чемпионате. Тем не менее, 25-я из 27 строчков турнированной таблицы пока не пошатнулась. Зубы свои лидерам рязанцы, конечно, показали. А значит, потенциал у команды есть. Осталось лишь воплотить его в заброшенные шайбы и турнирные очки. Максим Васильев, телекомпания «Город». Воспитанники кораблинской школы пауэрлифтинга вернулись с победой из Тулы. Первенство России по Центральному федеральному округу среди юниоров прошло в конце октября. Медальная копилка спортсменов пополнилась золотом и серебром. У кораблинских пауэрлифтеров новый повод для гордости. Из Тулы Алина Афонина, Елена Мишурина и Алексей Егоров привезли медали первенства ЦФО по классическому жиму. Для ребят это не первое соревнование в жизни, но весьма значимое. Девчонки выступали в возрастной группе 14-18 лет. Ну, съездили довольно-таки неплохо. Большой перерыв, конечно, в тренировках и выступлениях из-за пандемии сказался. Волновались, боялись. Особенно первые попытки. Но все справились, все нормально. И результат первое место, второе место. В абсолютном первенстве Алина тоже первое место заняла. Елена немножко там, она боролась с одной местной девушкой, но с абсолюткой не получилось. В абсолютном первенстве России по классическому жиму участвуют все весовые и возрастные категории. Поэтому подготовка всегда масштабная и довольно продолжительная. Тульское первенство, прошедшее в конце октября, своеобразная тренировка с мотор-сил перед главными стартами. Первенством России по пауэрлифтингу в ЦФО, где соперники будут куда сильнее. Сложнее, там больше упражнений, больше вес. А заниматься приходится больше, вот когда перед соревнованиями? Нет, чуть меньше. А со школой, допустим, бывают какие-то проблемы? То есть, ну вот, может быть, тяжелее приходится как-то и в школу, и уроки, и суда на соревнованиях? Это если совмещать, вроде не тяжело. Без поражений, как известно, не бывает больших побед. Поэтому проиграть эти ребята из Кораблинской спортивной школы «Рекорд» вовсе не боятся. Главное, говорят, показать всему, чему их учили. А медали обязательно будут. Герман Гущин, телекомпания «Город», присодействие телеканала ТВ «Кораблино». Это все новости на данный момент. Более подробно с событиями региона вы можете ознакомиться на сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин